Владимир Путин в Финляндии частый гость. В отличие от поездок в другие государства Евросоюза, визиты российского президента в страну Суаме носят регулярный и рабочий, в полном смысле этого слова, характер. Но этого приезда финны ждали особенно. Готовиться к нему начали заранее и обсуждать его в прессе тоже. Что интересно, торговые отношения между нашими странами развиваются сейчас как нельзя лучше, товарооборот растет, инвестиционное сотрудничество налаживается, с экологией ситуация в порядке, но о позитивном писать неинтересно. И поэтому финские журналисты поинтересовались у Владимира Путина обстоятельствами трагедии в Белом море, мотивируя это беспокойством за безопасность Финляндии. Трагедия, которая произошла в Белом море, к сожалению, унесла жизни наших специалистов. Это работа в военной сфере, работа над перспективными системами вооружения. Мы этого не скрываем. Люди, которые пострадали и погибли, они выполняли чрезвычайно важную работу для обеспечения безопасности нашего государства. А то, что мы вынуждены уделять этому особое внимание, говорит тот факт, что испытываются новые системы нашими партнерами, в том числе американскими. Только что я отвечал на один из вопросов подобного рода. Мы обязаны думать о своей собственной безопасности. Почти в самом конце пресс-конференции заговорили на еще одну очень важную тему, которая напрямую связывает Россию, Финляндию и общеевропейские интересы. Речь шла о второй ветке газопровода «Северный поток». Сегодня закончена работа на финляндском участке, в финляндской исключительно экономической зоне по прокладке этой трубопроводной системы. После пресс-конференции президентов России и Финляндии у набережной рядом с президентским дворцом уже ждала яхта «Культа Ранта». Это восьмая наследница знаменитого имени. Его носили сюда, перевозившие президентов Финской республики, начиная с самого первого. Слово «яхта», наверное, не совсем подходит этому транспортному средству, поскольку никакой роскоши на нем нет, но есть очень мощные и очень надежные моторы. Именно на этом скоростном катере президенты после пресс-конференции отправились на остров Суаминлина. А на острове глав двух государств ждал торжественный ужин, и после него беседа с глазу на глаз, без прессы и советников. Только президенты и переводчики. Как правило, именно в такой обстановке решаются самые тонкие вопросы международной дипломатии. Илья Федосов, Сергей Воробьев, Сергей Преображенский, Всеволод Сидоров, НТВ, Хельсинки, Финляндия.